50 минут эфира и полтора десятка громких заявлений. В основном про выдать, поощрить, смягчить и лишь одно на тему пора делиться с государством. Для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, с января следующего года ставка НДФЛ вырастет до 15 процентов. Причем дополнительные 2 процента будут начисляться не на всю зарплату, а лишь на сумму выше указанного лимита. Бюджет на этом получит порядка 60 миллиардов рублей в год. Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации. Следующий широкий жест поддержки коснется всех детей без исключения. Выплаты до трех лет продлят автоматически еще на один месяц. То же самое коснется пособия семьям с детьми от 0 до 16. Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая июльская будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи. Собирать какие-то справки не надо. Семьи, где оба родителя потеряли работу из-за пандемии, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. До 15 сентября продлятся выплаты соцработникам. Чуть раньше президент анонсировал ковидные премии для медиков на июле-август. При этом особо подчеркну, стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Еще несколько громких решений экономические. Лимит по льготной ипотеке будет увеличен до 6 миллионов в регионах и до 16 в столице. Налоговый режим для самозанятых распространят по всей стране. Причем попасть в эту категорию можно будет не с 18, а с 16 лет. Самые вкусные бонусы получит в России IT-отрасль. Налог на прибыль для нее снизится с 20% до 3. Страховые взносы с 14% до 7,5.